Здравствуйте зрители канала Утутян. Сегодня я вот решила с вами посадить такое растение, которое называется папоротник. В папоротниках ходят легенды. По одной из легенд на Ивана Купала ночью папоротник зацветает. И кто найдет цвет папоротника, тот найдет ключ к богатству несметным. Но это неправда. Папоротник не цветет, поэтому на нем никогда не бывает цветка. И конечно же это просто легенда. Папоротник это жители нашей планеты, которые появились намного раньше, чем люди. И населяют всю территорию нашей планеты, кроме Антарктиды. Что любят папоротники? Папоротники любят конечно же тень. И прорастают в лесу. Если вы посадите папоротник, где будет на него литься свет, конечно же он или погибнет, или он будет туго развиваться. И декоративные красивые листья ваи, которые присущи нашим папоротникам, просто потеряют свою красоту. Так что вот видите, я выбрала затененное место, где света практически не бывает. Это идеальные условия для развития нашего растения. Папоротники имеют очень мощные корневища. Корень может пробить даже камень. В природе существует около 300 родов папоротников. И около 1000 видов их разнообразных. Если вы не знали, то у папоротников нет листьев. И у них есть листовая пластинка. И на ней находится много разных листочек. Посмотрите, они разные бывают. Они перестаросеченные в любом виде. И это и декоративность нашего папоротника. Папоротники бывают как маленьких размеров карлики, так и гигантских, достигающих до 2 метров и больше. Эти растения могут быть как и эпифитами, то есть расти на деревьях, так и литофитами расти среди скал. Что еще могу я вам рассказать о папоротниках? Папоротники, которые встречаются в нашей местности наиболее часто, это такие как папоротник орляк обыкновенный, страусник обыкновенный и кочадыжник женский. Давайте посадим папоротник. Мы приготовили посадочную яму. Мы сделали ее поглубже для того, чтобы внести удобрение. Наши папоротники любят, чтобы их удобряли. Так что мы решили в посадочную яму внести, я уже говорила, такая смесь, которая состоит из песка, лиственной земли и цепца. Заливаем. И высаживаем. Можно высадить папоротник около водоема. Даже в воду высаживают, погружают наш папоротник. Он тоже красиво смотрится. На сколистых горках прекрасно подходит. Дизайнеры используют папоротники, потому что они очень хорошо подходят в разных композициях садовых. Как я говорила, они хорошо сочетаются с хостой. И еще хорошо сочетаются с лилиями. Так что экспериментируйте, садите папоротники у себя дома. Они будут вас радовать каждый день своей красотой. Что касается на зиму, я считаю, что убирать листья не нужно, потому что они являются хорошим укрытием возле корневища, утепляют на зиму их. Само растение себя утепляет. Ну что, мои дорогие, если вам понравилось видео, оно вам стало интересным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Буду ждать. До скорых встреч. Пока-пока.